МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Не успели мы войти в рабочий график, как нас снова ждут выходные. Это рабочая неделя, снова короткая, а впереди целых 4 дня безделья. Или интересного времяпрепровождения тут на выбор. С меня небольшой дайджест событий. Расскажу, куда можно сходить и что посмотреть. Но предупреждаю сразу, большинство мероприятий, связано с, пожалуй, главным праздником страны – Днем Победы. Поэтому множество мероприятий патриотической направленности. Начну непосредственно с событий, которые будут проходить в городе 9 мая. С раннего утра на Шереметьевском проспекте у памятника героям фронта и тыла будет проходить парад в честь 74-й годовщины Победы в Великой войне. И здесь же, но уже днем, построение шествия бессмертного полка, колонны которого пройдут по Шереметьевскому, свернут от площади революции на проспект Ленина и завершится шествие на площади Пушкина. Начало построения колонны в 14.00, старт шествия в 15.00. В эфире нашего телеканала вы увидите прямую трансляцию с включениями с места событий. Наши корреспонденты покажут все самое интересное. Не пропустите. Приходите или включайте телевизор. Это нужно увидеть. Война с Маджахедом будет продолжаться до победного конца. Вы уйдете, а война продолжится. Картина «Братство» расскажет о другой войне. Войне в Афганистане перенесет зрителей в 1988 год. Сюжет ленты от мастерской Павла Лунгина основан на реальных событиях. После того, как в плен попадет один из русских солдат, начнется сложная игра, в которой переплетаются противоположные интересы множества самых разных людей. Штабистов, исламистов, спецназа, разведки, чиновников и сотрудников советских спецслужб. А в самом центре этого водоворота окажутся солдаты разведроты, для которых важнее любых политических соображений остается правило не бросать своих. Это не развлекательное кино. Это фильм, основанный на истории. Снят он не сказать, что это вам будет весело и здорово. Фильм «Есть о чем подумать». Вы выйдете из кинотеатров с глубокими мыслями о том, как это было, как люди это переносили, как это все происходило. Где, как ни в музее советского автопрома проникнуться истории нашей страны и пропитаться патриотизмом, туда и советуем отправиться в ближайшие выходные. В постоянной экспозиции больше 20 восстановленных машин из прошлого века. Все на ходу и в отличном состоянии, таком, что порадует даже знатоков ретро. Здесь представлены машины из частных коллекций, выпущенных в СССР в период с 43-го по 90-е годы. Это ГАЗ-67, ГАЗ-21 «Волга», автомобили представительского класса «Чайки» и «Зил». Несколько машин военного периода традиционно принимают участие в параде победы в столице. Музей – излюбленное место гостей города и даже заграничных визитеров. Люди старшего поколения сюда приходят для того, чтобы поностальгировать, вспомнить свою молодость, посмотреть на те автомобили, которые, может быть, они использовали когда-то. Молодежь приходит и просто те, кто интересуется автомобилями. И, собственно, семейный такой отдых здесь у нас, когда в выходные, приходят целыми семьями. И бабушки, дедушки, и мама, и папа, они рассказывают своим детям, опять же, про автомобили. Ну и, конечно же, это интересно тем, кто является и автолюбителями, и коллекционирует, может быть, какие-то модельки автомобилей, для того, чтобы прийти вживую и посмотреть на наши легендарные автомобили. Каждый день выходных в Ивановском музыкальном можно посмотреть интереснейшие постановки на вне военную тематику. Обратим свое внимание на спектакль, который состоится 12 мая в 17.00. Артисты покажут постановку «Фан-Фан Тюльпан». Двухчасовой мюзикл является первым музыкальным воплощением знаменитого кинофильма, который вышел на экраны полвека назад. Зрителей ждет интересная интерпретация авантюрной комедии «Площай шпаги», которая принадлежит известному российскому композитору Андрею Семенову. Постановка получилась во всех смыслах уникальная, ведь она рассказывает о любовных похождениях и веселых приключениях главного героя во времена правления Франции Людовиком XV. Интересные программы будут проводиться во всех парках. Вот там как раз можно будет отдохнуть и повеселиться. На самой площади Победы интересная танцевальная такая вот праздничная программа будет. А вечером завершится большим праздничным концертом на площади Пушкина. С 20 часов он начнется и в 22 часа завершится праздничным фейерверком. Поскольку впереди брутальный праздник, нас ждет много силового спорта, спорта для настоящих мужчин. С 10 по 12 мая в Кенишемской арене для зрителей и судей выступят участники турнира по боксу, посвященного Великой войне. В этот же день состоится праздничный заезд участников трофея состязаний Чапаев Рейд от регионального отделения ДСАФ. 11 мая в Кенишемском парке 35-летия Победы состоится соревнование по кроссу от общественной организации «Союз десантников». Это тяжелый марш-бросок на приличное расстояние для самых стойких. Спешите участвовать. 11 числа в спортивном комплексе «Динамо» Росгвардейцы организуют боевой турнир в памяти погибших сотрудников силовых служб. Начало в 12, а бои идут с 10. 11 мая в 11 утра в Химбанке и ГХТУ пройдут соревнования по дзюдо. Это будет Кубок губернатора. Соберутся сильнейшие спортсмены. Не пропустите. А 12 числа нас ждет турнир по греплингу. Он пройдет в спортивном комплексе «Спартак» начало с 10.30. И напоследок немного культуры и событий для девочек. С них и начнем. В городе будет проходить турнир по художественной гимнастике «Первая ласточка». Участники традиционно соберутся в спортивной школе номер 9. Приходите, будет ярко. А в субботу всем, кто ближе к танцам и искусству, нужно отправиться в бывший ДКЖД. Там будет фестиваль по брейк-дансу. Начало баттлов в 14.00. Вход свободный. Популярно ли это занятие до сих пор? Увидим. Приходите. Вот и все, что я хотела вам рассказать. Крутых выходных. С праздником. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok